Здравствуйте! Вы смотрите новости на СТМЕ-ТВ. Бывший аналитик военной разведки США Джонатан Поллард, отбывающий тюремный срок за шпионаж в пользу Израиля, выйдет на свободу в ноябре этого года. О его скором освобождении сообщили адвокаты, ссылаясь на решение комиссии США по вопросам условного освобождения заключенных. По условиям амнистии, Поллард в течение пяти лет не сможет покидать Штаты, пишет Вашингтон-Пост. Напомню, что бывшего аналитика военной разведки США Джонатана Полларда обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. В 1987 году он был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Израиля. В общей сложности Джонатан Поллард провел за решеткой 30 лет. В Берлине стартовали 14-е европейские игры Всемирной еврейской спортивной организации Маккаби. Более двух тысяч еврейских спортсменок и спортсменов из 36 стран мира будут соревноваться друг с другом в Олимпийском парке. Завершится Маккабиада 5 августа. За это время разыграют награды в 20 видах спорта. В европейской Маккабиаде примет участие и сборная команда Маккаби Азербайджан. Руководитель делегации Маковеев республики, вице-президент культурно-спортивного общества Маккаби Азербайджан Борис Мушаилов заявил, что команда республики постарается достойно пронести по спортивным аренам Берлина флаг Азербайджана. В курортном городе Габала на севере Азербайджана продолжается седьмой международный музыкальный фестиваль, организованный фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма республики. По традиции в Габалинском фестивале принимают участие всемирно известные еврейские музыканты из Израиля, России и других стран. Этот фестиваль является важным событием в культурной жизни всего Южного Кавказа, отметил художественный руководитель фестиваля всемирно известный еврейский дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский. 26 июля исполнилось 35 лет сотня смерти кумира многих поколений Владимира Высоцкого. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переименовании верхнего и нижнего таганских тупиков в честь легендарного поэта, актера и музыканта. Отмечу, что тупики расположены возле театра на Таганке, с которым связано творчество Высоцкого. Там же расположен его дом-музей. Минздрав предупреждает, на Израиль надвигается экстремальная жара. В Самарии произошли столкновения между поселенцами и полицией из-за сноса домов. Основатель и почетный президент французской ультраправой партии Национальный фронт предстанет перед судом за оправдание нацистских преступлений. Об этом и не только. Вы можете узнать на нашем сайте стмеги.ком. Актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего настроения и оставайтесь с нами.